Доброго времени суток, друзья! Меня зовут Димон и я рад вас приветствовать в проекте Joomla Sensei урок номер 98. В этом уроке мы рассмотрим очень полезное расширение, которое облегчит и обеспечит ускорение вашей работы в админ панели Joomla. Данное расширение называется gsnpoweradmin. Скачать его можно будет на сайте разработчиков joomlashine.com или у нас на сайте, ссылка будет в описании. После скачивания данного расширения переходим в админ панель Joomla в менеджер расширений, загружаем файл пакетов, выбираем архив и устанавливаем. После успешной установки нажимаем финиш и у нас сразу меняется интерфейс административной панели Joomla. В верхнем меню появится ряд новых возможностей. В компонентах можно будет быстро удалять любой ненужный вам компонент. В расширениях менеджера шаблонов появится шаблон стилей. Здесь можно будет редактировать шаблон, выставлять шаблон по умолчанию, дублировать шаблон, также можно будет удалять шаблон. С иконки монитора можно будет быстро переходить в это расширение и открывать просмотр сайта в новом окне. Далее очень положительной мелочью этого расширения является показ до конца времени сессии. Также можно перейти в свой профиль, настроить редактор по умолчанию и выйти с админ панели Joomla. Здесь можно добавить закладку для более удобного и быстрого перехода к любому материалу, компоненту или в любой сектор админки. Далее показана история последних посещаемых вами разделов. С помощью поиска вы можете перейти в любой пункт меню, в любой материал или в любой модуль. Далее переходим в конфигурацию в глобальные параметры. Здесь можно будет настроить наше расширение. Turn on admin bar позволит вам выставить верхнее меню. Если вы нажмете нет, то у вас будет отображаться стандартное верхнее меню. Соответственно если да, то будет у вас новое меню, которое дает данное расширение. Ниже можно выставить количество минут, при котором будет отображаться сообщение, что через столько-то минут закончится ваша сессия. Далее можно выставить сколько последних пунктов будет отображаться в истории, сколько пунктов будет отображаться в результатах поиска, будет ли поиск распространяться на корзину. Также можно будет выставить из каких категорий поиск будет отображать содержимое. Далее можно выставить, показывать позиции модулей или нет. И также можно выставить, можно ли будет добавлять собственные стили и джаваскрипты к указанному модулю или нет. Не пропустите мои топовые продукты по Joomla. Далее перейдем в менеджер сайта. Здесь вы видите три окна. В первом окне отображаются все пункты меню. Во втором окне отображается компонент или редактируемый элемент. В третьем окне отображаются модули и их позиции. Эти окна можно увеличивать или уменьшать. Также можно вообще закрывать эти окна или расширять на весь экран. Теперь перейдем к более подробному рассмотру каждого окна и их возможностей. Первое окно предназначено для проведения различных манипуляций с пунктами меню. Хочу сразу заметить, что имеется небольшой косяк с добавлением нового пункта меню. Это окно не вмещается полноценно в админку и из-за этого невозможно добавить пункт нового меню. В этом окне можно быстро переходить к редактированию меню. Также можно перестраивать пункты меню. Можно удалять пункт меню или перейти в опсы. Также можно добавить новый пункт меню. Далее можно легко перемещать пункты меню местами или же вкладывать пункты меню одни в другие. Также можно сделать любой пункт меню стартовой страницей. Очень интересной возможностью этого расширения является добавление собственных CSS-стилей и JavaScript к любому пункту меню. Для этого вам надо перейти в тот пункт меню, к которому вы хотите применить стили или JavaScript, зайти в загрузку пользовательских активов и добавить относительный или прямой путь к файлу, в котором прописаны скрипты или стили. Будьте внимательны при указании пути к файлу, потому что если вы укажете неправильный путь, то ваши стили или скрипты не будут работать. Допустим, я захотел применить стили к заднему фону главного меню. Для этого мне понадобится добавить путь в это поле. Я уже подготовил прямой путь к этому файлу, вставляю в это окно, нажимаю выполнено и нажимаю галочку Save. Теперь обновляем главную страничку и получаем наши собственные стили. Переходим обратно в админ панель. В первом окне еще можно опубликовывать или отменять публикацию у любого пункта меню. Теперь этот пункт меню скрылся, но если мы нажмем на эту кнопочку, то у нас будут показываться все пункты меню. Во втором окне можно редактировать материал из выбранного пункта меню. Нажав на него, можно перейти сразу к редактору материала. Также можно показывать скрытые элементы у этого материала и категорию. Так бы для этих настроек нам бы понадобилось перейти в общие настройки, в настройки материалов. А здесь можно это все сделать быстро. Можно показывать эти элементы на этой или на всех страницах. Также можно включить или выключить ссылки для этой или для любых страниц. Третье окно очень полезное. Оно показывает модуль и позицию, в которой находится этот модуль. С этого окна можно редактировать модуль. Можно также просматривать позицию модуля. Это очень удобно по сравнению со стандартной админкой Joomla. Потому что в стандартной админке Joomla, чтобы просматривать позицию модуля, нужно сначала в общих настройках включить просмотр позиции модуля, перейти на сайт и в конце сайта дописать вопрос tp равно 1. И только тогда можно будет просматривать позиции модулей. Внизу настроек имеется косяк в невозможности нажатия на нижний список настроек. Еще можно добавить модуль в определенную позицию. И при нажатии на эту кнопку будут показаны все неопубликованные модули и все незанятые позиции. На этом урок закончен. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал, чтобы не пропустить новые и познавательные выпуски. Если вы уже стерли пальцы в поисках хорошего, качественного хостинга для вашего лендинга на Adobe Muse или сайта на Joomla, неважно, то сейчас я вас хочу познакомить с замечательным хостингом под названием Hosting. Сам пользуюсь данным хостингом уже много месяцев и очень доволен. Главное примечание хостинга – тестовый период 30 дней. 30 дней вы сможете пользоваться хостингом абсолютно бесплатно. Второй очень важный момент – возврат денег в течение 45 дней, если вас не устроят услуги хостинга. Готовый КМС. Три года на рынке. Молодой хостинг – это очень важно. Онлайн-поддержка на высоте. Перейдя на хостинг, вы сможете увидеть в правом нижнем углу вот такой вот прямоугольник. Это онлайн-чат. Круглые сутки трепетная служба поддержки готова отвечать на ваши вопросы и даже ночью. Лояльные цены, мощные сервера. Если вы совсем новичок и ваш сайт уже расположен на каком-то хостинге, но он вам не нравится, служба поддержки готова бесплатно перенести ваш сайт к ним. У них есть замечательная акция – 3 месяца бесплатного хостинга. Ознакомиться с данной акцией вы сможете, перейдя на этот хостинг. При оплате за год можно сэкономить до 45%. А также для мощных сайтов хостинг предоставляет мощные сервера. Вы меня знаете. Я вам плохого не посоветую. Итак, если вас заинтересовало и вы хотите ознакомиться с данным хостингом, ссылочка под этим видео. Переходите и знакомьтесь. Субтитры создавал DimaTorzok